В Соломбальской библиотеке имени Бориса Шергина читатели не только сами приходят за книгой, но и эти книги создают, как Наталья Ивановна Масеева. Эта книга я писала от всей души, но она мне, конечно, написалась не быстро, потому что материал, который я взяла, он был достаточно старенький, жёлтенький и очень-очень ветхий. Но это книжечка о моей мамочке, которая пожила нелёгкую жизнь. Жизнь у неё полна была проблем, переживаний, тяготы, но она очень любила поэзию, она очень-очень любила жизнь. Моя милая, дорогая мама, с большим опозданием, длиной в собственную жизнь, обращаясь я к тебе с раскаянием за все хлопоты и непослушания, за запоздалое признание в своей любви к тебе, моя мама. Прости за все. Я была самая неуправляемая, самая непредсказуемая из всех твоих детей. Сколько сил и хлопот пришлось тебе потратить, чтобы сохранить и спасти мою душу. Я даже книжку назвала «Во мне спасла живую душу ты». Так, ты часто мне говорила, ну как ты, Наташа, могла? Допустим, съела я половину, единственную оставшуюся половину банки кильки в томатном соусе, которая предназначалась на всю семью, чтобы потом размешать эту половину с лапшой, и всем было бы вкусно и сытно. А я съела эту кильку одна, и твое. Ну как ты могла, Наташа? Ведь ты оголодела всех. Я запомнила на всю оставшуюся жизнь. Или же мои драки во дворе с мальчишками. И то помню, что защищали... Но я помню, что защищала я слабых, а соседи шли к тебе жалобами на меня. И приходила себе стоять, защищать и защищаться. Вот в таком ключе я написал эту книжку, и считаю, что эта книжечка будет достаточно хорошим подспорьем для нашего поколения. Я думаю, не только для вашей семьи, потому что она ведь прошла через перипетии времени, которое и для всей нашей России было определенным образом очень символично. На Дальнем Востоке? Ну, это очень непростая была история. Дело в том, что она попала в тюрьму, а попала в тюрьму 1936 год. Она оказалась без документов совершенного. У нее украли чемодан с документами. Подошли милиционеры, попросили у нее предъявить документы, которых у нее просто не было. Ну, и что, без суда, без следствия ее отправили на Дальний Восток. И там она три года рыбачила, не рыбачила, обрабатывала рыбу. И, в общем, потом только ее отправили уже опять в Калугу, потому что она уже не имела права жить в крупных городах, даже в своей родной Москве. Вот я родилась тоже в Калуге. Ну, такая непростая жизнь. И, в общем, потом были перипетии всевозможные. Но она всегда сохранила чистоту души, доброту. И она мне постоянно говорила, Наташа, хороших людей намного больше, чем плохих. Вот такое ее высказывание. И в этом году был поклон семейный. Вашему родовому гнезду съездили? Ой, это вообще отдельная история. Эта история уже где-то, наверное, лет 50. Потому что я постоянно слышала родовое поместье, родовое поместье, Зимино, Зимино. Мы искали, мы, это я и дети мои старшие. Но мы ничего не могли найти. И случилось так, что, наверное, так оно должно получиться. 26 марта я, ну, получается, случайно нажала в интернет Зимино Московской области. Мне показали старинное-старинное здание. Оно полуразрушенное уже. И там говорилось о собственниках, о первоначальных собственниках. Там говорилось несколько фамилий. Это мне ничего не дало. Но когда в конце сказали, последними собственниками был Хребков Николай Павлович, у меня перехватило дыхание. Это ваша фамилия? Это потому что мой дед, родной мой дед, это отец моей мамочки. И, в общем, вот, конечно, было непросто. Мы все, конечно, были так встревожены, ну, как-то счастливы даже. И собрались мы 12 мая. Поехали. Я собрала всех своих детей четверых. Были там две внучки. И маленькая-маленькая правнучка в годики. Тоже попали туда. Внуки, правнуки. Да, и все мы туда это самое попали. И, в общем, вот мы обошли все это огромное здание. Там всевозможные были пределы. Там шесть колонн здания. Вот. Но оно уже полуразрушенное. Но в настоящее время висит большая таблица. Написано, что культурное наследие Российской Федерации охраняется законом. Ну, вот там вот это самое, есть волонтеры, которые приезжают, приходят. И им показывают дворянский быт до 17-го года. Это место пользуется большим успехом, большой популярностью в местном населении. И это чуть-чуть ваше место тоже, семейное, да? Ну, да. Я села на крылечко, где мне было так хорошо на этом крылечке. Крылечко большое, такое каменное, такие плиты, колонны. И я сидела, как вот, не знаю, такое чувство, действительно, я попала к бабушке. Я написала на этой фотографии через сто лет на встречу к бабушке. Энергичнее на слово читатели любят путешествия по родному краю, по северу. Ой, это, конечно, всё достаточно интересно, потому что в душе-то я, конечно, человек такой очень... Подвижный. Быстро на подъём, подвижный, меня только позови, и я с удовольствием поеду. Ну, конечно, поеду в интересные места. Вот это одно из самых интересных мест, которое я для себя открыла последние 10 лет. Это великолепный Ки-остров. Это жемчужина нашего севера. Это находится он около Неги, недалеко. Сейчас из длиннопароходики мы приближаемся к великолепному острову, к Ки-острову. Вот. И, в общем, в это лето я там была 20 дней. Великолепно отдохнула, подышала я свежим воздухом морским, подышала я фитонцидами сосен, соснового бора. Понатирались водорослями. Вообще было великолепно. Костры там постоянно были у нас каждый божий день. Бардовские песни, концерты. Я тоже там пела с удовольствием. В общем, Ки-остров – это жемчужина, конечно, еще раз говорю, нашего севера. И дай Бог, чтобы он сохранился надолго, чтобы он был нашей собственностью, чтобы никто его не прихватизировал. Ой, в это лето у меня какое-то удачное. Я, значит, в это лето попала я, но не попала, меня пригласили. Когда я поехала в Тучкино на разработке алмазов, там тоже показали нам вот эти кратеры огромадные, там такие машины огромадные едут, это целые вагоны, даже, наверное, больше. И, в общем, это все было, конечно, очень впечатляющее. Мы нас там великолепно встретили, был великолепно накрытый столовый, это самое, в столовой. Вот, потом был концерт, хороший концерт, нам показали молодежь, песни были, пелись про геологов, конечно. Все было очень впечатляюще, все было грандиозно очень. В общем, я, конечно, эту поездку запомню надолго. А еще, еще побывала я в Голубино. Это тоже красота, тоже туристическая поездка такая. Ой, турист. Да, в Голубино побывала, тоже великолепный состав. Люди вообще исключительные, вот все, сколько вот не едешь, люди какие-то, вот они великолепные люди, душевные такие, чуткие, такие открытые, помогая друг другу как-то там поднести, сказать, что-то подсказать, как-то подержать. Даже вот мне плоховато было с ногами, мне вот и руку подадут, и помогут перейти там какой-то камешек, еще что-то такое. То есть Голубино, это вот пещера, там водопад, вот эта вот красная горка, все очень хорошо. И опять же песни, конечно, без песни мы никуда. Песня помогает в любой жизненной ситуации, уверена Наталья Ивановна Масеева. В низенькой светелке огонек горит, молодая пряха у окна сидит, молодая пряха у окна сидит. Что пожелаем своим сверстникам? Ой, дорогие мои однополчане, друзья однополчане, мои сверстники. Боевые подруги. И боевые подруги и друзья. Дело в том, что возраст, возраст это не возраст, возраст это состояние души. Возраст это не то, что там цифры в паспорте, это возраст, состояние души. Так что душа у нас всегда молодая, она у нас закаленная боевыми военными действиями Великой Отечественной войны 41-45-го. Мы оттуда, мы оттуда получили закалку, волю к победе, силу жизни. Мы оттуда напоены энергией, мощей, силой и радостью, радостью бытия. В общем, всем добра, здоровья, крепкого здоровья и непотопляемости, крепости тела и духа. Продолжение следует...